Всем добрый день! Витаю на своем канале. Ваше видео я сегодня хочу показать гилку подривнева, шредер и измельчитель, как народе называют. Ведь фирма Macalester, это и английская фирма, вот то есть еще в Польше из Касторана, а есть Англия получается. Вот такие вот толстый, будем сказать, провод. Здесь примерно метр пятьдесят и грубый толстый провод. Вилки, видите, я меняю на европейский, ставлю вилки на европейский, ледве вилки вмещаются сюда. Вот, видите, с Англии, вот такие запобежники. Так, если он новый, как новый, то есть два колеса, вот эта поперечка, нижки, болтыки и вот интересная палочка для экстренного этого, чтобы брать вот эти гилки, получается, так вот. Эта гилка нужна по велосипеду 19,8 или еще как-то так 20 кг, асинхронный двигатель. Видите, вот у меня ножевого типу, видите, вот ножи. Я сейчас одни с женицей готую и вот тестую перед этим. Стараюсь новый БУ-шный каждый протестировать, потому что, а, до речи, если он вот так открытый, то он, как бы, не включится, потому что тут есть предохранитель, запобежник своего рода, вот так, для техники безопасности. Стараюсь новый, не новый стараюсь протестировать, то здесь вот до конца докручу. Чекай, я покажу, чекай. Бачите, вот сам корпус тут достаточно теплоарелею, бачите, вот эту кнопочку, это, если вы перегрузите, он не убивает. Продал их очень много, по сути, по сути, по сути, по сути, не убивает, будем так сказать. Пластик качественный, с пластиком проблем никаких никогда не бывает. Ну, естественно, я имею в виду, если он не на морозе. Так, он не очень хороший, никакой коррозии нет. Так, тестую по той причине, чтобы не было бракованных, будем так сказать, ножов, чтобы он где-то там не лопнул. И в середине там есть такая экстрена муфта, так званая, она может працювать и в новом, может там подплинивать двигун и так далее. Поэтому для того стараюсь протестировать, чтобы спокойно человеку не отправлять. Так, пишет виробник, что тут 45 мм гилка, я думаю, одна гилка пишет 45 мм, но я думаю, 3 сантиметра, цей потолок будет 45 мм, это просто нагрузка. Ну, и бажано пхать мокрые гилки, чтобы не были сухие. Так, тут еще есть, кто хочет траву молоту, тут такие вот, внизу ребра есть. Вот их надо просто разрезать, чтобы не забивали. Так, давайте буду пробовать, сейчас протестую. Вот такая вот, бачите, гилочка. Досить десь, может есть, десь два с половиной, действительно. Хочу, чтобы была хорошая напруга, потому что тут конденсатор, асинхронный двигун и пусковый ток своего рода. Ну, я не электро, как бы, а на стабилизаторе делюсь, что садит линия серьезно. При старте. Вот так вот. Вот так вот. Зайвый звук, он очень плохо закреплен. Какой-то вибрация в пластмасс. Вот, видите, такая вот готовая продукция. Вихід. Вот такие вот, пів сантиметра, сантиметра, как раз на подсипку, будем так сказать. Так что, не знаю, что еще интересного сказать. Что всем дякую за увагу. Все. Гарного дня вам. Дякую, будь ласка, до побачения.